Время сладостей! Готовим персиковый коблер. Это простой десерт, что-то вроде ленивого пирога. Здесь все настолько легко, что справится даже ребенок. Слышали мои малолетние кондитеры? Рецептик от дяди Саши специально для вас. И от таких сладостей точно не слипнется. Основное в этом пироге это не тесто, а фрукты, персики и нектарины. Они получаются настолько сочными, ароматными, вкусными, что сжалши не оттачишь. А еще есть такие пироги, в Англии готовят, в Америке называется коблер. Потом как еще называется? Крамбл. Короче, это когда много фруктовой или ягодной, или иногда даже овощной начинки, а сверху теста. И основное количество, конечно же, занимает фрукты. На самом деле сейчас сезон персиков и нектаринов, поэтому я их решил использовать. Можно использовать, не знаю, черешню, вишню, сливу, любые разные ягоды, что угодно, короче. Главное, фишка этого пирога сезонной, что в сезон растет, то и можно готовить. Сегодня день персиков и нектаринов, с них и начнем. Важно их правильно подготовить. Удаляем косточку, нарезаем крупными кусками. Вот так, смотрите, по кругу прокручиваем. Дальше берем вот так вот. Одна половинка в одну сторону, другая в другую, достаем. Дальше вот это вот не выковыриваем вот так ножом, а просто, смотрите, делаем вот так надрез, а потом вот так надрез. И получается, что у вас, смотрите, опа, долечка, опа, долечка. И косточку достаете. Понятно? Так удобно подготовить персики или нектарины. И можно даже взять тупой нож, все равно получится. Короче, у меня теперь дочка начала готовить. И это меня очень радует. И Оле тоже это очень радует. Она говорит, а хотите, я вам сделаю... Мне, говорит, хотите, вам сделаю кесадию? Я такой, ничего себе. Я говорю, да ладно. Она такая, ну вот садитесь на диван, сейчас мы все сделаем. Берет лепешку, берет сыр, натирает там все, делает кесадию. Я раз, раз, смотрю, сыр тянется. Я думаю, ничего себе. Потом яйца жарит на завтрак там и так далее. Вот раньше баловалась какими-то смешными десертиками, а сейчас все эти прикольные штучки придумывает. Не частно, но, по крайней мере, я могу в какой-то момент сказать, Изабелла, приготовь мне кесадию. Она берет и делает. Это вообще невероятно, короче. Я счастлив от этого. Притом не я ее учил. Может, по телевизору посмотрел, конечно. Вот. И я рад показывать рецепты, которые могут готовить дети. Вот этот рецепт очень простой. Детишки смогут сделать легко, поэтому смотрите и запоминайте. Теперь информация для взрослых. Вот. Часто дети свежие фрукты или ягоды, ну так себе, чуть поели и все, больше не едят. А в этом десерте они просто не смогут отказаться, потому что это так вкусно, а фруктов здесь или ягод очень много. А, кстати, детишки, подается этот десерт с мороженым, поэтому смотрите до конца. Перекладываем в большую миску, обязательно в большую, потому что дальше мы туда будем добавлять кое-какой ингредиент, и надо удобно, чтобы перемешивалось все. Отставляем в сторонку. Делаем тесто. Оно тоже очень простое. Для теста понадобится сливочное масло. Обязательно сливочное масло должно быть холодное, то есть плотное. Не мягкая комната температура, а именно плотненькая, потому что тесто как раз за счет этого получается такое, знаете, как пластилинчик. Вот. И с ним можно будет легко работать. Да, но не из морозилки, просто из холодильника. Масло нарезаем вот такими вот кусочками, вот такими крупненькими. Тесто без какого ингредиента невозможно? Без муки, поэтому сначала идет в мисочку мука. Затем, чтобы тесто было рассыпчатое, обязательно добавляем небольшое количество разрыхлителя. Чуть-чуть. Вот так вот. Обязательно щепотку соли. Теперь все это перемешиваем и отправляем туда наше сливочное масло. Только чуть-чуть маслица оставьте, оно нам нужно для карамели. Тесто дальше делается просто рукой. Залезаем туда и начинаем вот так вот перетирать муку вместе с маслом. Ну прикольно же, смотрите, как красиво получается. Ничего сложного. Масло холодное, оно перетирается, мука начинает впитывать в себя жир масла. Тесто получается рассыпчатое. Видите, как красиво все. А потом это масло начнет во время выпекания, начнет плавиться и начнет как бы жарить муку, понимаете? И получается тесто такое хрустящее, вкусное кусочками. И заметьте, в это тесто сахара я не добавляю, потому что вся сладость будет во фруктах. Чтобы тесто было посочнее, добавляем небольшое количество молока. Вот так. Но в итоге, друзья, ваше тесто должно рассыпаться. То есть, видите, оно не должно быть комком. Оно должно быть вот такими вот кусочками, рассыпчатое. И его не нужно как следует вымешивать. Пускай оно даже где-то, видите, не промесилось, где-то еще мука. Все, это говорит о том, что тесто правильное, оно готово. Откладываем его в сторонку и готовим карамель. Чтобы наша начинка была еще с карамельным привкусом. Для карамели, да и вообще для пирога, вам понадобится сковородка. В этом и фишка этого пирога, что я прям в этой сковородке приготовлю карамель, положу начинку, тесто и прямо в ней отправлю выпекаться в духовку. Это круто. У меня сковородка, видите, чугунная. Она с ручкой. Если у вас сковородка, например, с антипригарным покрытием, обязательно найдите сковородку, у которой ручка снимается. Или металлической ручкой, чтобы она в духовке не сгорела и пластик не расплавился. Это важно. Сахар, обратите внимание, его. Это, кстати, весь сахар в нашем десерте. Десерт будет довольно-таки большой, а сахара не так уж и много. Смотрите, из всего сахара карамель делать не надо, будет слишком карамельным. Поэтому нам нужно просто слегка карамельный вкус, поэтому сахарка чуть-чуть, и его немножко подплавить надо. Сейчас сахар от температуры начнет нагреваться и превращаться в карамель. Здесь, детишки мои, аккуратней, иначе можно обжечься. Ставьте в стороночку, увидите, когда он начнет плавиться. А пока, смотрите, нужно подготовить наши фрукты. В наши персики и нектарины засыпаем сахарный песок. Оп! Затем, чтобы у десерта был вкусный ванильный аромат, небольшое количество ванильного сахара. В этих фруктах много сока. Чтобы десерт был все-таки такой, знаете, плотненький, чуть-чуть тянучий, обязательно надо чем-то этот сок скрепить. Так вот, ложечка крахмала решит вопрос. Крахмал может быть картофельный, кукурузный. В общем-то, можно использовать и тот, и тот, непринципиально. Смотрите, добавляем так ложку крахмала. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Теперь все перемешиваем. Во время приготовления персики и нектарины будут нагреваться, будут выделять свой сок вкусный. И он должен не просто превратиться в лужу, а скрепиться. И вот крахмал начнет затягивать, потому что из крахмала делают такие штуки, как кисель и так далее. Крахмал дает продукту возможность загустеть. Это с ними и произойдет. Тем временем сахар расплавился и потемнел. Прямо туда отправляем сливочное масло. Это чтобы карамель не превратилась в леденец. Знаете, когда она остывает, она скрепляется, потом ее не отдерешь. А маслице как раз даст этот карамельный соус. Сделает из нее жирненький вкусный соус. Все, масло растопили. Огонь нам больше не понадобится. Снимаем ск... А, можно вот так сделать. Снимаем сковородку. Дальше на эту сковородку выкладываем фрукты. Прямо вот так. И выкладываем тесто. Только, знаете, тесто выкладывается вообще прикольно. Вот так вот берем его просто и сыпем сверху. Смотрите. Вот так вот прямо кусками. В этом и отличие как раз вот этого пирога, что вам не нужна скалка, не нужна супертехнология. Просто раскидывайте, и тесто так и запечется. Такими кусками будет хрустящее, вкусное. То, что надо. Такой пирог обожают в Англии, в Америке. Даже Гарри Стайлс умеет такой пирог делать. Он мне сам рассказывал. И теперь прямо в этой сковородке этот пирог отправляется в духовку. Температура 200 градусов. Только обязательно. Ручка горячая может быть. Аккуратней. Температура 200 градусов 25 минут. Ждем. Пока наберем Гарри Стайлс. Алло, Гарри. Привет. What's up, man? Do you know something about the cobbler? You know? Okay, I am making right now. Окей, Гарри Стайлс передавал вам всем привет. Сказал, что в новом его альбоме будет песня про персиковый cobbler. Время пришло. Достаем наш десерт из духовки. Аккуратно. Ручка горячая. Возьмите прихваток, а лучше несколько. Вот. А если, знаете, если у вас сковородка, которая со съемной ручкой, можно подойти с ручкой и взять спокойно, не обжигаясь. Опа. Ух ты, какой тяжеленький. Ну, вот он. Смотрите, какой он. Офигенный. Просто бомбический. Классный десерт. Смотрите, тесто хрустит. Видите, булькает. Вот, булькает слегка. Вот здесь вот. Представьте, как оно подпекся. Что там снизу? Карамель. Персики. Нектарины дали свой сок. Крахмала скрипел. Сверху вот этого теста. Аромат, честно говоря, сумасшедший. Пахнет какой-то сдобой, маслом, печеньем, персиками. Все одновременно. Конечно, этот десерт надо есть сразу. В этом его фишка. Он горячий. Ну и как я вам обещал, с этим пирогом подается мороженое. Достаю из морозилочки. У меня тут есть. Пельмени? Нет. Тесто. Мороженое. Всем интересно посмотреть, кто еще ни разу такое не делал. Скажет, Саша, что же там с этими-то абрикосами, ой, с этими персиками у нас происходит? Кстати, с абрикосами тоже можно этот десерт сделать. Густой, вот этот густой вот этот вот соус, это как раз смесь карамели и крахмала. И весь сок, который выделился, он не превратился в лужу, а зафиксировал фрукты. Я такую очень обожаю. Во-первых, полезно. Во-вторых, не слишком сладко. Сладость у меня была только во фруктах. Тесто даже не добавлял. Готовится легко. Сезонные фрукты или ягоды можно использовать в любом количестве. И всем всегда такой десерт нравится. Ну и мороженое. Надо сделать фотку, отправить Гарри Стайлса. Ну что же там? Даже говорить не могу. Ох, какой вкусный. Какой мощный. Знаете, персик как будто он какой-то тройной по вкусу персик. Тесто хрустящее, сладкое. Это карамель в тему. И холодненькое мороженое так на контрасте. Ну заходи. Аня, 7 лет. Давай. Давай. Вкусно? Корочка запеклась, а прям вкусно. Классная, да? Вот дать уже. Карамельная, да? Как думаешь, целиком съедим? Мне кажется, съедим, пожремся, съедим, да? Ну что, дети или взрослые? Вам такой рецепт точно понравится. Поэтому берите и делайте. Получите невероятное удовольствие. Чтобы приготовить фруктовый коблер, понадобятся нектарины, персики, сахар, мука, сливочное масло, крахмал, молоко, ванильный сахар, разрыхлитель и мороженое. Порция пирога 86 рублей.